Добрый вечер. Я не хочу никаким образом комментировать морально-этические качества господина Садового. Мне они давно понятны. Это двойные стандарты, двойная мораль и такой интеллигентный вид. Не более того. То, что касается Екатерины. Я еще раз приношу глубочайшее соболезнование ее родным и близким. Смерть каждого человека — это огромная трагедия. Но давайте посмотрим, почему именно смерть ее вызвала такой огромный резонанс в обществе. В первую очередь, потому что она работала с международными организациями. По ее делу были обращения послов, обращения международных организаций. Из-за этого такой огромный резонанс. Но, к сожалению, это сегодня наша с вами повседневность, наша с вами реальность, в которой мы живем. То есть радикальные организации, вооруженные радикальные организации, всех мастей, очень часто сросшиеся полностью с правоохранительными структурами, руководимые представителями действующей власти, занимаются и нападениями, и убийствами, и рейдерством, и отжимом бизнеса, и всем остальным. У нас не раскрыто огромное количество нападений и даже смертей. То есть смерть Шеремета. Огромная резонансная трагедия. Поговорили, и как-то сошло на нет. Смерть Бузины. Трагедия 2 мая в Одессе. То есть более 140 нападений на активистов, которые произошли только за последний год. То есть не раскрывается же вообще ничего. Потому что очень часто власть в этом замешана. Очень часто правоохранители не хотят выходить сами на себя, условно говоря. Да и с кадровым составом после вот этой безумной иллюстрации, которая была проведена, там тоже дело обстоит не лучшим образом. Я не надеюсь, на самом деле, что ситуация при этой власти каким-то образом изменится. Потому что радикалы им выгодны. То есть радикалы это на сегодняшний момент составляющая нашей реальности. Бывает иногда радикалы выходят из-под контроля. Но в 99% случаев они работают вместе с властью. И это одна из огромнейших проблем, которую после победы на выборах нам предстоит решить в первую очередь. Решить очень быстро, очень жестко. Но в стране должен восстановиться закон и порядок. Не могут убивать людей просто за их общественную деятельность и быть безнаказанными.